Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Купленов Плеем, продолжаем шастать по Скайриму. Именно в таком свете я выставлю то, что мы по его проходим. Шастаем мы, короче, полигонечку. И сегодня, что у нас намечено? Сегодня мы пойдем с вами в... Как там эти задания посмотреть? Дайте-ка я вспомню-то. Нет, подождите. А, во, задание. Нам надо сходить к дяде Хардвору, Алвор, попросить меня сообщить о нападении Дракону. Короче говоря, нам надо сходить в Вайтран. Золотой Коготь мы с вами прошли, найти на свободу мы с вами прошли. Ну, пойдемте отправимся в Вайтран. Вайтран где? А, Вайтран вон там. Собственно, мы сейчас до него дойдем и там что-нибудь поделаем. А потом я предлагаю, вообще, не знаю, в этой серии или в следующей, мы с вами сходим в Винтерхолд. Вот, мы же, собственно, эти маги в конце-то концов. Нам надо быстренько туда сбегать. Я не знаю, возможно, мы даже сбегаем туда до Седобородых, или как их там называют, чтобы это было немножечко быстрее развития нашего персонажа, чтобы нам не было так сложно в различных битвах, и мы накупим все заклинания, короче, нафармимся на них на все, прокачаемся и будем просто машиной для убийства. Такие дела. Кто-то просил меня лицо показать. Я, правда, не знаю, как его показать. А, во, кнопку F зажму, покажу. Была картинка у меня в паблике, короче, вот такое лицо у меня. Суровое, вообще, грубейшее такое лицо моего брутальнейшего мага. Выглядит он просто замечательно. Маги, они всегда, у меня, они всегда ассоциируются с какими-то старыми такими, с все понимающими, все знающими людьми, пропитанными битвами и прочей херотой. Именно с этим у меня маги ассоциируются, поэтому я не мог себе не сделать старого брутального седого мага, который будет разносить и выносить все, что только можно. Так, Вайтран, где Вайтран? Вон там Вайтран. Все, правильно идем. Я не знаю, если в Вайтран вообще другая дорога, потому что я все время ходил по этой. Вайтран это один из, это, наверное, самый первый такой основной большой город. В котором нам будет необходимо тусить долгое время. Послушаем, почитаем диалоги, может быть нам что дополнительного дадут. Потому что когда я играл в Скайрим, я не особо парился по всему этому. Я просто бегал и хотел его пройти на прохождение Северное Сияние, кстати говоря. Только из-за того, что я хотел быстрее посмотреть на сюжет. Но я-то потом понял с годами, когда уже вырос, что Скайрим это не игра на прохождение, это игра на жизнь, так сказать. Поэтому надо, собственно, убить великана, помочь людям. Быстренько. Ну ты убейте его в конце-то концов. Все, спасибо, молодцы. Да, я всегда старался с этим вам помочь. Что они тут есть? Железная стрела. Привет. Ты плохо справляешься. Я могу, да. Можешь стать достойным братом по оружию. Окей, как мне к вам вступить? Ты не отсюда, так? Не. Не приходилось слышать о соратниках? Не, я вообще таких не знаю. Орден воинов. Мы братья и сестры по доблести. Окей. Мы приходим на помощь, если плата достойная. Ты чё, я чё за оплату, что ли? Пошла ты нахер. Это вы мне платить будешь, что я к вам буду приходить. Так, могу я присоединиться с Ком? Не мне это решать. А кому? Мне нужно поговорить с Кодлоком Белой Гривой в Йорваскре. Чего? Старик в людях разбирается, посмотрит тебе в глаза и скажет, на что ты годишься. Если пойдёшь к нему, удачи. Окей. Она по-русски вообще сейчас разговаривала с Йокшлис? Наш с ней? По-моему, это какой-то норвежский язык. Чё-то типа-то... Ой, картофель. Не, картофель, по-моему, он немного по-другому выглядит. Он в земле закопан. Ну да ладно. Поворуем. В принципе, я же не ворую. Тут написано взять картофель. И я беру картофель. Пригодится же потом. Ой, там ещё что-то. Давайте всё наберём. Мне писали, что типа это всё бери, пригодится. Короче говоря, там для этого, для восстановления здоровья. Правда, это восстанавливали всё сраные копейки. Но по сравнению с моим запасом жизни, даже сраная копейка, это уже существенное количество от основной массы. Поэтому я не особо сильно переживаю. Пока мы не зашли до Вайтрана, можно нам полазить, наверное, по домушкам. Хотя на улице ночи все люди наверняка спят. Но это меня ни капли не останавливает. Потому что мы же решили с вами проходить Скайрим-то так прям полностью глубоко. Серии на 400. А почему нет? Мне не жалко. Тем более, что Скайрим. Зерновая мельница активировать. А чё она делает? У меня зерна, наверное, нет. Ну да ладно. Так вот. Мне, в принципе, не особо важно, сколько он будет идти. Год, два, три. Будем играть в него просто чисто по фану, для удовольствия. Он ничему не будет мешать. Я ещё раз повторю. Игры, которые выходили, они так и будут выходить. А Скайрим будет так, когда у меня будет настроение, когда мне будет хотеться в него поиграть. Когда-нибудь достойных игр, найденных мною, там, на пару дней, возможно, Скайрим заменит какое-то прохождение. Короче говоря, Скайрим будет и будет, и временами, и порциями. Буду подавать вам его, так сказать, чтобы сильно вам не надоедал. И чтобы сильно вы не расслаблялись, про него не забывали. Мы просто будем везде ходить. Здорово. Не, я не хочу узнавать, что у тебя на продаже есть? Давай, погляжу. Оружие. Оружие мне... Чего ты мне хочешь? Деревянный меч? Я что, тебе детёнок, что ли, деревянным мечом-то играть? Так, что полезного есть у тебя? Золотой взлома. Вот это, в принципе, неплохой такой шлем. Но у меня, по-моему, капюшон-то получше есть, поэтому я не буду его брать. Так, а может быть тебе что-то продать? Я не знаю, там, книжек тебя сейчас набарыжу. На, на. Во, у меня же всякая хрень ещё есть. Так, волчья шкура. Она, по-моему, нужна для того, чтобы делать какую-то одежду. Я не помню точно. Но пригодится. Это мы тоже продадим. Это мы всё оставим. Это мы тоже всё оставим. А, череп. На, конечно, череп мне не нужен. Ингредиенты. Пища. Ну и всё, в принципе, да? Мы, походу, основной это всё ему продали. Ну да. Спасибо тебе, чувак. Бога приведёт тебя в тёплые пески. В тёплые пески? Ты хочешь отправить меня в пустыню? Ты бессердечная кошка, запомни это. Он хочет, чтобы я в пустыне с этой, как её, с засухи подох. Я, значит, ему принёс такие драгоценности, всё продал, а он иди в пески, падла. Чтоб тебя выжигло солнце и всю твою лысину пригрело и ты стал глупым. Ну, в принципе, какая-то кошечка. Я про... Кстати, это, наверное, самое первое прохождение, когда я точно знаю, куда мне идти. Не то, что точно знаю, а точно иду куда... Чё такое? Проход только по официальной надобности. А мне... Послали меня. Так, Ревервуд просит помощи у Ярла. У меня есть новость о нападении дракона. Может, ты передумаешь? Отойди в сторону. Нет, у меня есть новости, чувак. Ладно. Но смотри у меня. Убедил, смотри его. Он ссыканул. И я прокачал красноречию, я красавчик. Давай, чувак, тебя так легко убедить. Там, кстати, прикинь, бесплатно апельсины раздают. Говорят, на Хелген напал дракон. Вот, как раз там апельсины продают. Иди сходи. Если такое чудесияется, сюда мы будем готовы. Ой, чья бы мычала, чувак, твоя-то помолчала. Готов он будет. Стоит тут третью смену, только устроился уже. Всё, я пойду воевать с драконом. Что ты? Какой чёрт? А со мной? Да ладно, не ари. Чё трещим-то? А, ты весь день тут работаешь, что ли? Приходится, если я хочу когда-нибудь сравняться в мастерстве с Йорландом Серой Гривой. К слову, я только что закончила своё лучшее изделие. Ну-ка, покажи. Я выковала меч для Ярла, Балгруфа-старшего. Мне не нужно. Это сюрприз. А-а-а. Я даже не знаю, примет ли он его. Давай я передам. А чё ты дричишь? Да у? Тебе не трудно отнести этот меч моему отцу. Они такие себе доверчивые. Он управитель при Ярле. Он найдёт момент, чтобы преподнести подарок. Окей, давай. Спасибо. А можно его упереть-то? Так, окей. Пока я не буду у неё ничего узнавать. У нас есть, короче, меч. Если что понадобится, загляни в магазин. Да без проблем, мать. Так, нам куда вообще? Нам надо же идти в этот, как его, в замок. Но! Прежде чем идти в замок, я помню, что здесь можно было защитить какую-то тёлочку. А тёлочкам же надо помогать. Многие обосрали меня, короче, за метро по поводу того, что я убил бабу, которую пытались изнасиловать в метро. Вы представляете? Я даже не заметил, что я её убил. Я не хотел её убивать. Вот в чём дело. Может, зайдёшь в другой день? А почему? Я гадаю на чайных листьях, читаю по ладони, смотрю в волшебный шар. О, трепанацию хочешь? Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Мать, ну ты, конечно, даёшь. Чё она от меня хочет? Трепанацию? Чё такое трепанация? С трипером связывается какая-то? Такое я не хочу. И чё дальше? А, знаменитая фраза из Карима. Ну как без неё? Да вообще всё замечательно. Я играю с Карим, мне нравится, я доволен. Кто там орёт? Ты орёшь? Чё тебе надо? Ну да, почему поклонение Талоса вне закона? Да? Вот те раз. Он запретил поклонение Талосу, убоявшись альбнерского меча. Они называют это конкордат белого золота. А я... Что за слова? Называю это богохульством. Нет такой цены, за которую истинный сын империи отвернулся бы от своего величайшего героя. Думаешь? Я кое-что тебе скажу. Ну-ка давай. Сиродил отсюда очень далеко. Кто? А в Скайриме мы никогда не забудем великого Талоса. Сиродил. Чё такое Сиродил? Пусть попробую. Я никого не боюсь. Да, ты чёткий такой. Талос мой союзник, а я его пророк. А-а-а. Его слова в моих устах, а голос в моём горле. То есть ты такой прям это, да, типа, фанатик немного? Ну-ка расскажи мне о Талосе-то. Приветствую. Да ладно, чё-то уже познакомились. Раз ты ищешь знание о могущественном Талосе? Есть такое дело. Я с радостью тебе помогу. В своей смертной жизни Талос был нордом. И славился как великий тактик, мудрец и человек, что мог читать в сердцах людей. Чё мог читать? Талос смог овладеть силой голоса. И с его помощью объединил все земли людей в единую империю. Так это Ульфрик делал только что. В рюкзанных землях он был известен под именем Тайбер Септим. Здесь, в Скайриме, мы зовем его истинным нордским именем. Обосраться каким? Он был столь велик, что когда оказался на небесах, сами боги избрали его правителем. Да ладно? Если хочешь узнать больше, то можешь найти множество книг по этой теме. Чё-то мне кажется, ты заливаешь, чувачок. Талос говорит... Да хватит орать-то. То Алос, говорит, пришел. Боги его взяли, сделали своим богом. Что-то ты много на себя берешь, парнишка. Голос, говорит, в моем горле талосовский. Ну и конечно, естественно, так я тебе взял и поверил. Здорово, пацанва. Нормально все? Где-то и меня вела дорога приключений. А потом? А потом мне прострелили колено. Я-то думал, эта фраза настолько классная и шедевральная с Каримой, что она просто повторяется один раз, а оказывается, ее каждый охранник здесь знает. Скорее всего, это чья-то басня какая-то. Рыбаки говорят, что я поймал такую рыбу. А эти все расскажут, что они прострелили колено. Это, конечно, все очень плохо. Я-то понадеялся, что это действительно достойно только самых лучших услышать эту фразу. А нет, все подряд ее слушают. Э-э-э-э! Ты чё? Ты чё? Ты чё, она ко мне идет-то? Я-я чё-то кого-то убил, что ли, или чё я вроде никого не трогал? Ты чё, алё? И кто же это? Я вообще не в курсах, идет на меня какая-то баба глупая. Вы кого тут содержите в замке-то? Женщины, отстаньте от меня. Что за бесцеремонность? Ярл Балгруф не принимает посетителей. Ты выйди из-за этой, тебя не видно. Э-э-э... У меня есть новости из Хелгена на падении дракона. Ну тогда понятно, почему страшно тебя пропустило. Понятно что. Идем. Ярл хочет лично поговорить с тобой. Ну хорошо, смотри, у меня меч какой-то прокачанный, он горит каким-то синим светом. Ледяной у тебя меч-то, да? Какая страшная красноглазая баба. Так, пойдемте сначала перетрем с монахом. Он нас чуть-то намучит, наверное. В последнее время все только и толкуют об этом идиотском конфликте. Окей. Я лично предпочитаю книги и заклинания. Я понял. Так, чем ты занимаешься как придворный маг? Встречаются ли те драконы? Империю или Ульфрика? Так, давайте сначала посмотрим, что у них есть на продажу. Сейчас что-нибудь купим полезного. Так, книги. Быстрое лечение. В основном, представляете, это не надо мне. Огненный питомец тоже мне пока не надо. Грозовая руна. Нет. Плоть, захват, искры. Во! Электрический заряд искров-то у меня еще нет. Давайте-ка я его куплю. Ага. Дальше что? Это мне тоже не надо. Ледяной шип. Подожди. Ледяной шип. А это же... Нет же. Это как вот этот второй, наверное, да? В смысле, мастера уровень, а не начального, не адепта. Я даже не знаю, обморожение. А, во, да, обморожение-то самое первое, а ледяной шип-то, наверное, второе. Давайте купим. Золота-то у меня все равно полно. Так, огненная руна, огненная стрела. Кстати, вот это тоже второй, по-моему. Потом пламя, это первый. Призванный секир, призванный... Так, ярость, у меня посох есть. А где второй этот, как его? Во, второй, молния. Давай тоже возьму. Так, давайте-ка все это мы изучим. А потом... Раз у тебя есть способности, совет. Да ладно, я понял, мне в этот надо сходить. Подождите, давайте посмотрим на разрушение. Когда у нас там новичок школы разрушения? Нам нужен не новичок, нам нужен адепт школы разрушения. Вот, как в него попасть? Это надо 50. Ты представляешь, 50, чтобы пользоваться этим. Я что-то зря, наверное, купил. А, да, все правильно, это ученик. А до ученика нам надо... Отлично, в следующем уровне мы, значит, возьмем себе вот эту хрень. И будем уже пользоваться заклинаниями из ученика. Замечательно. Я в курсе. Так, а что ты мне расскажи про зачарование? В магии учишься мастерству? Чутка. Начнем с зачарования. Давай. Возьми зачарованное оружие или броню. Ага. Потом используй пентаграмму душ, чтобы познать его секрет. Окей. В результате предмет будет уничтожен. Плохо. Так что соблюдай осторожность. Хорошо. Когда выучишь зачарование, тебе понадобится наполненный камень душ и предмет, который ты будешь зачаровывать. Это понятно, да? Для этого тоже используй пентаграмму душ. Понятное дело, все необходимое есть у меня в продаже. Естественно, я там сомневался. Ой, у меня-то все есть. Так, а ты вообще расскажи мне, ты за кого вообще? Если я скажу, что это не лучший вопрос, ты поймешь, что я имел в виду? Не очень. Вряд ли. Так или иначе, пока в мои исследования никто не лезет, мне все равно, кто командует. Вот ты безинициативный, короче. Меня дела, а твои вопросы меня ужасно утомляют. Удачного дня. Иди отсюда, тряпка. Так, ну давайте мы с этого им какого? Снять зачарование. Да я понял, там. У нас с чего снимать-то? Вот с этого, да? Окей, поехали. Так, вот это тоже хочу. Так, отлично, мы получили с вами новый уровень. Давайте-ка я использую сейчас вот эту хрень. А очко мы оставим на разрушение, когда она чутка у нас поднимется чуть попозже. Потому что мы все-таки с вами маги в конце от концов. Нам надо качать то, что нам нужно. Это украсть. Черт. Так значит ты свидетель нападения на Хелгин. Да, практически, голы почти. Там действительно был дракон. Был, да. А, да, повелось сладиться зрелищем. Нет, Хелгин уничтожен. Импедцы как раз собирались казнить Ульфрика Бревестника, когда напал дракону. Давай сразу всех сдадим, чего бы не было. Ну конечно. Естественно. Ульфри как-то с этим связан. Конечно, он вызвал дракона. Что скажешь теперь про Вентус? По-прежнему будем надеяться, что стены защитят нас от любой беды? А? Луфи как запаниковал, смотри. Мой господин, нам немедленно следует послать войска в Ривервуд. Если этот дракон прячется в горах, они в страшной опасности. Да и хвой бубнить кучей, давайте по одному. Эй. Ярл, ты мужик или кто? Че они тебя куча разговаривают? Я не намерен, что выложа руки, пока дракон сжет мои вводения. Ну? Я тоже. Давно пора, нечего тут лясо точить. О, согласен со мной, красавчик. Обращаюсь. Байкран у тебя в долгу, и я этого не забуду. Ну? Вот, прими этот скромный дар в знак моей признательности. Спасибо. Ты еще кое-чем можешь мне помочь. Например? Для этого пригодятся, наверное, твои особые дарования. Наверное? Идем. Найдем Фаренгара. Моего придворного чародея. А-а-а! Он занимается вопросами, связанными с драконами и слухами о драконах. Пойдем. Так, а я вспомнил, зачем нам этот камень, который мы подобрали в ветреном пике. Мы его этому старичку отдадим, естественно, сначала подебоширим маленько. А потом отдадим старичку этот камень. И он все нам расскажет и покажет. Чувачок, здорово. Ты в драконьем пределе, чтобы поболтать о войне, подобно прочее... Так, а у меня есть сразу отдать? Нет. Смотри, короче, мне сказали, что тебе нужна помощь. В смысле, что? Нормальное такое дело? Ты помогаешь, что можешь мне помочь? Ой, помылкивай. Я так не думаю. Осторожно, еще немного, и ты наступишь на собственную руну. Действительно. Я же даже не... Оп, 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 оп. А, вижу. Ты немного разбираешься в высоком искусстве. Какой смотришь? Прошу простить мою прежнюю грубость. Меня так часто отвлекают досужие гости, что я просто становлюсь дикарем. Б-б-б. Итак, что тебе было нужно? А, на тебе помощь. О, правда, Яру. А-а-а, да. Это же полица. Он должно быть имел в виду мое исследование драконов. Да. Да, конечно. Мне нужна помощь, чтобы кое-что добыть. Ну, когда я говорю добыть, я имею в виду полезть в опасные руины в поисках каменной скрижали, которая, может быть, там лежит, а может и не лежит. Уже не лежит. А-а-а, окей. Так, просто скажи мне, что от меня требуется. Ты хочешь отправиться в путь? Превосходно. Раньше начнем, раньше кончим, да? Ну, не кончим, а закончим, я бы сказал, ну да ладно. Я узнал на некой каменной скрижали, которая хранится в храме холодных водопадов. Ага. На этом драконьем камне, говорят, есть карта с могильными кругами. Окей, давай ты не будешь мне об этом говорить, я принес тебе твою эту. А-а-а. Драконий камень из храма Ветреного Пика. Ну да. Он у тебя. Конечно. Ты из другого теста, чем все эти дуболомы, которые... Я из слоеного такого. Так, что насчет моей награды? Поговори об этом с Ярлом. Или с его управителем Авенитчи. Хорошо. И как кто-то из них тебе хорошо заплатит. Хорошо. Замечательно. Я рад очень, что сотрудничаешь со мной. Так, а... А где этот Ярл-то? Он наверх ушел, что ли? Соплюха у меня вообще в носу мешается. А что поделаешь? Так, это ты же, да, Ярл-то? Иди сюда. Не сейчас. Че, обнаглел, что ли? Мне награда нужна. Не сейчас. Желоб. Так, а с кем он говорил? С Лысым еще поговорить? Лысый! Лысый! А, вот он. Нет, не он. А ты кто такой? Меня раздражает это бездействие. Мы должны задать жару праздник. Да я тоже про этот. Давай все поломаем. А, кто к тебе? Нетрудно догадаться, что у Ярла много дел. Возможно, я смогу тебе помочь. А, во, меч тебе надо передать, на. От Адрианы? Ну да. А, это должно быть оружие для Ярла. Да-да-да, все правильно. Эта девочка так старается проявить себя. Я преподнесу его Балгруфу, когда он будет в настроении. Окей. Спасибо. Пожалуйста, возьми эти деньги в награду за услугу. Давай. А лучше... Эта... Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ааа, там подо мной всплыло 20 монет он мне дал. Молодец. А что ты мне посадишь насчет работы? Я попаду за головы некоторых разбойников. Давай, этих наеду. Здесь все подробности. Взгляни. Давай. Окей. Так, ну и все. В принципе, историю города я слушать пока не буду. Надеюсь, тебе понравится в драконе. Да само собой. Так, этот. Ульфрик. Как тебе это? О, не Ульфрик. Дай-ка мне награду мою. Нет времени на церемонии, друг. Нет времени объяснять. Срочно нужно действовать, конечно. Я прошу тебя пойти с Эрилет и помочь ей в битве с драконом. Хорошо. Тебе удалось пережить Хелген. Так что у тебя больше опыта в этом деле, чем у других. Я же забыл, что тебе удалось добыть для Фаренгара драконий камень. В знак моего благоволения я разрешаю тебе приобретать дома в городе и уже отдал соответствующее распоряжение о веночи. А, посраться. И, пожалуйста, прими этот дар из моей личной оружейной. Давай. Помоги Эрилет убить этого дракона. Ну что ты, ты посмотри, короче. Че творит такой? Заткнись. Мне награда нужна. Без тебя здесь не обойтись. Наград дай мне. Ищи способы, как там защитить город от драконов. Не, ну вы посмотрите на него. Че у тебя глаза-то свел? Стыдно даже смотреть-то. Я посылаю тебя ни на смерть и ни за славой. Мне надо знать с чем. Завали. Так, а ему надо знать зачем. А че он мне за оружие это дал? А, он мне перчатки дал какие-то. Не им дело. Не тревожьтесь, господин. Я буду воплощением осторожности. А, молнию-то я уже покупал, что ли? Я второй раз ее купил? Вот дурачок. Ну да ладно. Так, искры. А искры у меня как раз-таки они и есть. Так, ледяной шип. Вот это мы применим. Так, молнию тоже применим. Могни-инструктор тоже применим. Указ о награде. А, Балгруф Старший издает указ. Всем безбойб... Всем боеспособным мужчинам и женщинам владения Вайтран. Бандиты, засевшие вместе под названием Лагерь Тихий Холун, причиняют беспокойство, грабят и наводают на жителей и приезжих. А, то есть... А, нет. Объявляется награда любому, кто убьет их предводителя. Провентус Авинича. Этим мы займемся чуть попозже, скорее всего, после дракона, потому что предателей надо наказывать. Чувак! Доги, Ариэлет, убить этого дракона. Да пошел ты нахер! Дай мне награду свою за драконий камень свой. Не затерять времени. Не затерять времени. Не затерять... Такие все жлобы! Слышь? Вообще они меня подставили, подвели. Подожди, мать, куда ты щемишь-то? Давай вместе пойдем. Я тебя спасу маленько. Ой, нет, подожди, мне надо вот это и вот это. Во, я буду дракона льдом палить, чтобы он, короче, помедленнее перемещался. Я все придумал, все продумал. Главное не помереть. Нет, конечно, лучше вообще взять лед в одну руку, а лечение в другое. Так же, правильно не будет? Во! Вот так вообще нормально. Так, а ты куда ушла-то у меня? Эй, детина! Это там какие-то тайные пути, что ли? Тебе кто-нибудь говорил, что-то весьма нелогично? Тебе надо логистику изучать, понимаешь? А кратчайшее расстояние между двумя точками это прямая. Не надо было обходить по кругу. Это из геометрии или откуда это? Кратчайшее расстояние между точками. Но по-любому из геометрии. Ла-ла-ла-ра-ла-ла-ла. Че тебе надо? Какая жалость, а? Уди, не хочу пока с тобой разговаривать. Там дракон у меня напал, а ты тут сидишь. Спасибо. И ей тоже привет передай. Кто такой? Окинорет? Я туда иду. Ну ты долго там бежать-то будешь, не? Ты смотри, она вообще какие-то чудеса вытворяет. Кто ей этот маршрут прописывал? Чувачки, подождите, у нас там дракон напал. Вы тут ляс сточите. Как скажете. Не хотите попробовать мясо хоркера? Или говядину? Воу, он какой-то... Рот закрой свой лысый. Поосторожней. Говорит, напугал меня еще, говорит, поосторожней. Ты где там, э? Змееподобная, пошли. Ветер в харю я... Это не та рифма. Ветер в харю я... На дракона я иду. А есть такой стих. Ветер дует прямо в глаз. Значит, едем на Кавказ. Ветер дует прямо в жопу, значит, еду я в Европу. Ветер дует прямо в харю. Это к дракону я. Я говорю, где там этот... Туда, что ли? Конечно, и мне тоже. Я вообще тут почетный житель города. У меня... А, я что вообще возмутился? Он разрешил мне покупать дома в городе. Такое чувство, что экономика просто вообще без домов проживет. Как будто его там каждый день дома у него покупают. Кроме меня эти дома нахер никому не нужны. Сидит он, экономист. Я теперь разрешаю покупать дома. Ты что? Ты мать твою. Дома у меня... Я вообще не буду твой дом покупать. Ты куда бежишь-то? А что тут летает значок-то? Где-то дракон летает, что ли? Не пойму ничего. Ну ладно. По-моему, значок должен указывать на дракона. Но я его что-то не вижу. Но он где-то летает. Прямо надо мной или подо мной. Дракон. А дракон? Дракоша. Паста раньше такая зубная была детская. Ух, помню, любил ее есть. Он клубничный был. Замечательно вообще было. Так, а где все ребята здесь, которые охраняют? Здесь... Он до сих пор где-то здесь. Да мне насрать вообще. Он сворчил Хроки и Тора, когда они бросились бежать. И где они? А он где? Храни носки на ред. Вон он возвращается. Где? 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 Эй, иди сюда. Дракончик. Да где? Где он? Я не вижу его. Храни достались. А, вот он, собака. А-ха-ха, появился. Так сюда иди. Сюда быстренько. Ну-ка, приземлился, давай. Я тебя поджарю литком-то тебя. Давай-давай, пацанва. Давай, вали его. На. О, как хорошо пошла ты. Чуешь, чуешь? Чуешь, какая чеча твоя сейчас сильно-сильно замерзает? Ой, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Ты чё, ты чё делаешь же, дурачок? Я ж пошутил. Чё забыл я? Мне кто-то сказал, что я чё-то забыл. Алё, ребята, вы помогать мне собираетесь, нет? Он, по-моему, всех убил. Ой. Оп, бежим. Будем действовать аккуратно. Так, а чё ты встал-то, лететь? Ну, нормально, смотри, мы ему двумя заходами, короче, срубили четверть жизней. Красовцы вообще. Иди сюда, чёртоган. Давай-давай, приземляйся, я тебя не боюсь. А я ж могу ещё крикнуть на него. Тогда он упадёт. Подожди, а мне где-то крики есть, я помню. А-а-а, крики. Во, безжаростная сила, перезарядка 15. Как её... Ааа, мне нельзя ещё. Чёрт, я ещё не выучил её. Ну да ладно. Так, ну-ка иди сюда. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Подожди, ты чё ты, чё ты, чё ты, чё ты, чё ты, чё ты, чё ты? Хорош! Я ж пошутил. Это дракон со мной разговаривает или кто? Умри, духин какой-то. О чём он вообще? Драконы не разговаривают же. Драконы орут и жарят всех огнём. Ой-ой-ой-ой! Не туда-не туда он приземляется на меня. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, спокойно! Ты чё, дай подраться с тобой нормально. Давай честно, ты умрёшь, и я выиграю. Сделаем всё по чесноку вообще. Он действительно со мной разговаривает, ты слышишь, нет? Воу-воу-воу, парнишка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Не, ну всё равно я вырубаю ему знатно. Да я посмотрю, уже половина хп, короче, у него нет. Вот там кто-то бьёт ещё. А, его стрелочники бьют. Сдохни, тварь! Сдохни, пока у меня мана не кончилась. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Вот он. Первый трофейный дракон. Фу, срада. Хо! Ты погляди. Я зарядился силой дракона. Я красавчик. Броня страживает ран, мне не нужна, не надо, не надо. Стрела нужна, амитис нужен. Вот драконикось вообще нужна. Чешуя тоже, без неё никуда. Золото. Вот так замечательно. Я Довакин, да? Из раздела крики безжалостная сила. То есть сейчас прям вовремя мне дали эту безжалостную силу, короче. А как бы её применить-то? А вот так вот, да? И всё. Не, подожди, а как её не в избранное, а просто повесить на меня? Подождите-ка. Крики. Не избранное, а Е. Во! Просто не могу поверить. Чуть не гахнул сейчас на тебя, дурачок. Довакин. Да-да. Довакин. В самых древних сказаниях о временах, когда в Скайриме ещё обитали драконы, драконорождённые убивали их и крали их силу. Это я. Это и произошло, не так ли? Да. Тебе удалось поглотить силу дракона? Радуйся. Да, ты прав. Есть только один способ проверить. Ну-ка. Попробуй крикнуть. Давай. Сказания говорят, что только драконорождённые могут крикнуть. Кричать без предварительного обучения. А можно тебя гаркнуть? На него же нельзя гаркнуть, да? Это что ещё такое? Фус! 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 Хе-хе-хе! Фус! Подходи! С кровью дракона. Так, хорошо, мы с вами что-то сделали. А всё, нельзя больше кричать. Перезарядка не прошла. Опять нельзя, ну что ж нужно делать? Фус! Фус! Хе-хе-хе-хе! Лучше, что он плюнул кому-нибудь в лицо, и то веселее было. А то фус да фус. Так, мы куда идём-то с вами? Нам бы дом, конечно, скупить. А только, по-моему, на дом-то у нас денег не хватит. А все эти драконии кости с собой таскать, это вообще, короче, не вариант. Они ж тяжёлые, насколько я помню. Хотя нам с собой не оружие таскать, ничего особо не надо. Поэтому, пока мы накопим на дом, костим будем... Дебилой, да старый, хорош орать, людей пугать. Знаю я без вас, что я до Вакин приду к вам попозже. Нам ещё разбойников надо уничтожить. Ты чё тут носишься? Я тебя повсюду ищу. Да? Тебе просили кое-что передать. Лично в руки. Передавай. Посмотрим. Ага. Письмо. Давай. Не знаю от кого. Он не назвался. Просто сказал, что он твой друг. Хорошо. Вроде всё. Ладно, мне пора. Всё, проваливай. А чё за письмо? Книги, да? Письмо от друга. А западная сторожевая башня до сих пор гудит. Вы на всех произвели впечатление, когда показали силу своего тума. Надо признать, не всех приводит в восторг явление Довакина. Я лично желаю вам приумножить и развить свои таланты. Скайримна не нуждается в настоящем герое. Вам следует обратить внимание на место под названием Кра... Кратор Драконий Зуб. Как я понимаю, там находится загадочный источник сил, доступный лишь драконорожденному. С уважением, друг. Спасибо, друг. Ты прям мне помог сейчас. Так, подождите, а мы пока в город-то не пришли. У нас же с вами есть... Как это посмотреть-то? Какое-то задание про этих... Из разного. Вот, как мне поставить на него? А я поставил уже, да? Как там карту набрать? Вернуться к Балграфу. Не, а он что-то не отображается у меня. Здесь должно отображаться эта хрень, где мне найти-то. Подожди-ка. Сейчас разберемся. Я вспомню. Разное. Как на него навести-то? А если я вот эту сниму? Оставлю только эту. У меня что-нибудь будет? А, ну окей. Где-то он в округе, наверное, находится. Давайте вернем назад. Чтобы как-то разобраться, как это... Быстро я, короче говоря... Показывание заданий настроить. Где-то вокруг. Я не... Да не очень далеко. Я помню, где-то было. Сейчас мы быстренько их уничтожим. Чтобы сразу две награды получить. Все будет замечательно. Они вот прям где-то тут шурудят собаки. У них тележка там должна, по-моему, стоять какая-то. Еще великанов, конечно, можно нарваться. Но это не самое страшное. У нас же есть... Так, а мы разрушение прокачали с вами, нет? Нет, колдовством не надо. Не, разрушение мы еще не прокачаем. А прокачаем как раз. Пока этих упырей бьем, как раз разрушение у нас прокачается. Это же замечательно. Вы где тут у меня, собаки? А, вон там, по-моему, они. Да, вон их лошадь стоит, гребаная. Они кого-то отжали, эту лошадь у кого-то. Сейчас мы отожмем ее у них. Они, по-моему, скажут мне сейчас гениальную фразу. Ты зря туда пришел. Неправильное место, неправильное время. Паскуда, тварь. Так, кто из вас главарь-то? Ой, больно, чувачок. Ты что делаешь? Подумайся. А ты главарь бандитов, нет? По-моему, он не главарь нихера. А кто главарь? Аж лошадь убежала от меня. Ты его смотри. Так, а лошадь можно приручить? Ее можно только украсть. Замечательно. Тут есть что полезное у них? Всяк что-то должно быть. Опа, кошелек с монетками. Вот это неплохо. Они сами-то придут сюда? Нет сегодня? Железные секиры. Все, говно. Пойдемте полазим по их запасам. Они всяко много что наворовали. О-о-о. Незабудки какие-то. Скума. Что такое скума? Ой. Карманные кражи прокачались. Тоже замечательно. Тут где-то сундук. А, вот он. Адепт. Так, это сложно. Да ладно, что сложно? Вот обычный адепт, обычный замочек. Замечательно. Так, а мы прокачали с вами этот разрушение. Давайте-ка я себе втыкну. Ученик школы разрушения. Вот. И теперь они у меня должны расходоваться вообще, короче, очень мало. Ну-ка давайте посмотрим разрушение. Редяной шип. Цена 20. Цена 8 в секунду. Молния. Так, давайте все вызбранное это подобавляем, короче говоря. Хер с ним. Сейчас посмотрим. Это я возьму, например, в правую или в левую? Куда там это? В левую. А, это бросаться. Воу, что-то это вообще херово все работает. Перестань, мать! Напрягись. Ох, ни хера себе его отбросил. Неплохо так. Только стой, чувак. Не, короче, все очень плохо работает. Где мои искры? Искры мои где? Не-не-не, не то, не то, не то. Искры, 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 искры. Вот, искры. Отлично. Ты, тварь, всю твою магию сейчас сожру. Так, а теперь лечение срочно нужно. Спокойно. Все, кончилась мана, замечательно. У тебя еще полезного? Вот это я, короче, вообще всех перебиваю за этого мага. Он просто божественный. Так, я не хочу этим стреляться, это неинтересно. Мне надо, чтобы постоянно жарило. А стреляться это вообще не ахти. А я убил главаря-то, нет? Или это был не главарь? Так, верните мне мое... Как там? Нет, не то. Во, вот так. Так я, получается, не убил главаря-то, нихера, да? Ты тоже не главарь. Печалька. Ну ладно, пойдемте, Вайтран. Судя по всему, это был далеко не главарь, хрен с ним. Мне не страшно. Так, получается, что шип, что молния, что это. Это, короче, ученик, это вообще говно. И мне его особо-то не надо использовать. Хотя, в принципе, им можно кидаться, но не молнией. Потому что молния бьет на определенное расстояние. Я так думаю, в ближайшее время никаких магов особых мы нарваться не будем. А если и будем, то перебьем их чем-нибудь другим. Поэтому смысла я не вижу в том, чтобы пока этим пользоваться. Можно, конечно, поставить себе огонь и покидаться им. Но это не очень хорошо, я что-то заблудился. Завалил. Да, было дело. Чё-то я заблудился, что ли? А, вот он, вход-то, замечательно. Я уже думал, никогда сюда не попаду. Чё ты выдыхаешься-то у меня? Не раскраска какой-то у чувака из какого-то фильма, короче, про кого-то короля, который там ходил кого-то убивал. Послушайте, вам уже говорили, сюда нельзя. Чё вам надо? Что тебе нужно? Кого вы ищете? Женщину. Какую? Откуда? Откуда? Ага. Она наверняка живет под чужим именем. Мы заплатим за любые сведения о том, как ее найти. А как выглядит? Нам не рады в Вайтране. Так что ищи нас в Рорикстеде. Тебе помыться. Если что-нибудь выяснишь. Окей. Так кого ищете-то? Мы ищем одну женщину, сбежавшую из Хаммерфелла. Как выглядит она? Она может скрываться в этом городе. Я чё-то не понял. Ладно, почему он всё равно не скажет? Мы не причиняем никаких... А я чё-то не понял. Ридгарк, это же раса какая-то, судя по всему. Нам попробуй этот парасист и выясни, как выглядит эта женщина непонятная. Хер с ней. Пойдёмте, сдадимся, короче, Ярлу. Вы чё-то беспределите, молодёжь. Я знаю, что честь твоей семьи важна. Они все, короче, все постоянно пытаются чё-то мне рассказать, чё-то показать, чё-то доказать. Не могут они спокойно себя вести здесь, местные жители. Да я-я-я, заткнитесь себе нахер уже. То про ногу прострелили, то про Довакина теперь достанут меня. Как дети малые, вот ни разу Довакина в жизни не видели. Ну чё ж, чё ты не заходишь-то? Как будто Довакина, Довакина ни разу в жизни не видели. Чё уж такого-то, подумаешь, но все Довакины, каждый второй Довакин. Я и следующий, и после меня тоже Довакин. Я всё сделал. Я вообще их убил, да. Возможно, дракон пал от моей руки, я думаю, я заслужу награду. Такое, кажется. Великий подвиг. Естественно. И заслуживаешь место среди героев Вайтрана. Нормально так. Но здесь кроется нечто большее. Не произошло ли чего-то странного, когда умер дракон? Я Довакин. Вот так вот. Значит, это правда. Естественно. Седобороды действительно призывали тебя. Орали как собаки, слышал тоже, да? Седобороды? Мастера пути голоса. Они живут в уединении на склонах глотки мира. Окей, чё они хотят? Говорят, что драконы рождённые обладают великим даром голоса. Способностью направлять жизненную энергию в туум или крик. Если ты воистину Довакин, они смогут научить тебя использовать твой дар. Ты слышал призыв? Что ещё это могло означать? Седобороды. Эй, а награду дашь мне сегодня, нет? Довакин. Чего? Твою помощь не забудет мой город. И не забуду я. Давай. По праву ярла, я нарекаю тебя таном Вайтрана. Это величайшая честь, которую я могу тебе даровать. Лучше бы ты мне денег дал. Я назначаю Лидию твоим личным Хускарлом. А это оружие из моей оружейной. Будет символом твоего звания. Хускарна? Я также сообщу стражам твоё новое титры. По-моему, какая-то строительная компания. Мы же не хотим, чтобы они думали, будто ты из Черни, верно? Естественно. Мы рады видеть тебя среди танов нашего города, Довакин. Спасибо. Чё тебе надо? Меня раздражает это бездействие. А, у тебя. Ладно, иди там. Сейчас мы Лидку, который ещё возьмём в следующей серии. Или сейчас её возьмём. Здорово, пацанва. Отец говорит, я пока мало для меча. Так что дерусь на кулаках. Вообще, мужик. Ещё головой. У тебя голова, смотрю, такая плотненькая. Можешь с некого жарить. Здорово, Лидок. Ярл назначил меня твоим Хускарлом. Да? Для меня честь служить тебе. Ээээээ... Я не хочу бегать с Лидкой. Как-то можно её убить, наверное? Ну что ж, идём. Окей. Так, ну ладно, ребятушки. Ссылка на пользу в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Комментируйте, ставьте лайки. В следующей серии пойдём к седобородам. Возможно, возьмём кого-нибудь ещё подручное задание по дороге. Всё, всем пока. Мы с Лидкой будем вас ждать в следующей серии. Пока. Лидок, улыбнись. Раньше здесь был мат... Субтитры сделал DimaTorzok